Здравствуйте! Грядущие губернаторские выборы в Алтайском крае существенно оживили политическую жизнь в регионе. Слышно обо всех, о коммунистах, о справедливо-росах, об ЛДПР, но, к сожалению, не слышно голоса либеральных партий, которые имеют, наверное, самую давнишнюю традицию, самую давнюю историю в нашей новейшей политической жизни России и региона. Сегодня мы хотели бы поговорить о либерально-демократических партиях, о либеральной повестке в политической жизни Алтайского края. Это программа «Ваша партия» и я, ее ведущий, редактор портала «ДОК-22» Артем Кудинов и политолог Михаил Литвинов. Я хотел бы представить наших сегодняшних гостей, которые как раз и представляют вот этот спектр политической жизни Алтайского края. С одной стороны, Геннадий Петрович Шейда, председатель исполкома краевого отделения Республиканской партии России и одновременно член Комитета гражданских инициатив. Его оппонент Берсенев Евгений Станиславович, журналист, блогер, член партии «Другая Россия». И для начала разыграем цвет партии, которую будем играть. Все при своих остаются. Да. Доску менять не будем. Ну и тогда первый вопрос. Первый вопрос. Можно я буду называть просто без отчис, да, Евгений и Геннадий? Хорошо? Без вопросов. Евгений, тогда первый вопрос к тебе. С твоей точки зрения, сейчас много говорят о кризисе либеральных идей в России, о кризисе либерализма, ну и, соответственно, политических партий, которые эту идеологию транслируют и представляют. А в Алтайском крае действительно вот ощущается вот этот кризис либеральных идей и в чем практическим выражается конкретно политическая жизнь? Е-2 и 4, да? Да, естественно. То, что мы наблюдаем на либеральном политическом фланге в Алтайском крае, это уже не кризис, на мой взгляд, это агония. Причем агония закономерная. Я могу напомнить, что в 90-е годы, особенно в начале 90-х, либералы у нас в Алтайском крае были достаточно сильны. Они имели массу возможностей, но это масса возможностей административных, медиа возможностей. Финансовых. Да, финансовые возможностей нуждалось. Я, кстати, напомню, первый губернатор Алтайского края в постсоветской России Владимир Федорович Райфикеш был как раз приверженцем все-таки либеральных идей и ставленником, если можно так выразиться, либерального клана. Нужно было, нужна была самая малость, подкрепление вот этих имеющихся возможностей и громких деклараций, а также, надо признать, наличие некоторой популярности в народе, хотя у нас на Алтае либералы были традиционно все-таки чуть менее популярны. Ну, наверное, все-таки в городской среде. Да, в городской среде. Они были популярны, а вообще вот на Алтае, где преобладало тогда особенно сельское население, они были чуть менее популярны. И вот нужно было всего лишь немножко подкреплять какими-то реальными достижениями, реальными успехами. Делами. Да, реальными делами, да, хотя бы минимальными. Хорошо, хорошо. Геннадий, я так понял. Да, но этого не произошло, и мы наблюдаем скончение вниз. Ты, как представитель, причем один из старейших политиков, так сказать, в Алтайском крае такого либерально-демократического топлива, опытных, да, уважаемых, авторитетных политиков, наверное, не согласен, да, в силу определенных причин. Что ты можешь возразить? Есть ли этот кризис или нет? Вопросы, это развитие политической системы партии, это вообще отдельная тема для разговора. Сегодня кризис партийности, он существует для всех партий. Я посмотрел результаты последнего соцопроса в ЦИОМа, справедливая Россия 3%, ЛДПР 4%, КПРФ 8%. То есть, у нас сегодня пик популярности, как бы, национального лидера и кризис депопулярности многих политических партий. Ну, с этим не поспоришь, что правильно. И здесь, как бы, кризис либеральных партий, он, как бы, не исключение. Ну, если взять Алтайский край, у нас нет прежней силы, естественно, какова была в начале 90-х годов. Но это совершенно закономерный процесс, и мы вообще по этому поводу абсолютно не комплексуем. Сегодня многие либеральные идеи, в том числе, реализуются там и на уровне Единой России, на уровне правительства. То есть, в чем особенность, как бы, вот, нас, демократов, либералов? Для нас власть не является самоцелью. Для нас важны принципы, идеология, векторы движения. Это рынок, это демократия, это рыночные реформы, это права человека. Геннадий Петрович, все понятно, но, тем не менее, у меня такой короткий вопрос, а затем, к твоему визави, слово, так сказать, передам ему. Вот, все-таки ты говоришь о том, что для нас власть – это не самоцель, а как политическая партия, для которой целью не является, так сказать, борьба за власть, вот, не очень понятно. Или, может быть, я что-то недопонял? Для нас очень важно иметь представительство в органах местного самоправления, в Государственной Думе. Вот здесь упоминался первый губернатор Алтайского края, Рафи Кешт, Владимир Федорович, да? Он, когда почувствовал, что не может выполнить, допустим, тот объем задач, что есть люди более сильные, более компетентные, он спокойно сложил полномочия губернатора и ушел, то есть для него тоже это не являлось самоцелью, это нормально. Вот, в Алтайском крае вообще регион очень либеральный, замечательный регион, у нас мы всегда выделялись на фоны России и конкурентными выборами. Если взять список, допустим, политических партий сегодня, которые могут, там, без сбора подписей участвовать в выборах в региональные парламенты, Алтайский край вообще в этом плане уникален. Помимо четырех парламентских партий, у нас еще представлены две непарламентские партии. Это наша партия, республиканская партия России и Яблоко. Вот, назовите мне еще один регион, где шесть партий представлены. Кстати, обе партии либерального направления. Это замечательно, и поэтому я не разделяю ваш пафос, что у нас, так сказать, все плохо. Наоборот, у нас блестящие перспективы. Евгений, меня вот немножко удивил, может быть, ты свою позицию выскажешь, удивил вот этот тезис, Геннадий, по поводу того, что Алтай – это либеральный регион. Я всегда считал, что как раз-то, кстати, какие-то либеральные взгляды и либеральная идеология здесь абсолютно не популярна. Да, я тоже... Да и регион когда-то в Красном Поясе совсем недавно был. Еще раз говорю, просто Геннадий Петрович, как и положено либералу, он апеллирует, скажем так, к процедурам. И для него порой процедуры, как и для сегодняшнего либерала, они важнее, нежели реального содержания и каких-то посылов реальных для общества, которые несут в себе эти процедуры. Я просто приведу... Что ты имеешь в виду? Поясни, я не совсем... Еще раз говорю, процедуры важнее, чем тех идей и чем тех замыслов, которые несут, должны в идеале нести в себе эти процедуры. То есть форма важнее содержания. Форма важнее содержания, да. Я просто приведу небольшой пример. В свое время, начиная с шестого и, если я не ошибаюсь, по девятый-десятый год, я проходил учебу для молодых, так сказать, для будущих либеральных кадров. Ну, хотя... Что за учебу? Ну, это у нас была такая ШПП, школа публичной политики, которую патронировал известный у нас политик Владимир Александрович Рыжков, и которая, как мне известно, содержалась на средства Михаила Борисовича Ходорковского. То есть это была такая кузница либеральных кадров. Хотя там могли быть любые, посещать люди с любыми... Кеннадий Петрович, подчеркнул. Взглядами ног. Любые взгляды. Ну, минутку. Еще раз говорю. Но, тем не менее... Анализ всего периода... Вот этот момент не вырезайте. Вот, анализ... Мы все остались. Анализ вот этого периода обучения в этой школе мне показал, что там учат прежде всего процедурам и прежде всего политическому пиару, а не тому, как реализовывать свои обещания, которые дают те или иные кандидаты, те или иные политики. Иными словами, пиар все, выполнение обещаний ничто. Вот я бы так... Ну, это, Евгений, ваша точка зрения. Вы на нее имеете право. Но я знаю многих выпускников этой школы, которые сегодня есть и депутаты, есть главы администрации. Вот. Понятно. Но ни один из них не является либералом. Могу фамилии. Они были либералами, и они по-прежнему либералы. Вот не надо разделять. Вот что у нас губернатор не либерал, допустим, да? Я думаю. Не поддерживая там рыночные реформы, не поддерживая бизнес. Мы это тоже вырезать не будем. Да, вот. То есть, вы на крайней позиции стоите. Вот есть некие либералы, вот, и все остальное. Нет, политика намного сложнее. Намного сложнее. Я не отрицаю, что... Вот, Евгений, вот напротив меня сидит либерал Берсенев. Да. Знаете, я скорее демократ, а не либерал. И докажу, что ты либерал и демократ. Когда вы вместе с Лимоновым много лет проводили акцию «Стратегия-21-31» по разрешению, по реализации конституционных прав граждан на право митингов и так далее, вы были демократом и либералом. Поэтому... Ну, это вы меня так называете. Я демократ. Вот, моих коллег, друзей Артема, Михаила. Вот, я тоже могу привести примеры, когда они на определенном этапе были яркими носителями тоже либеральных ценностей. И во многом. И даже то, что сегодня они пригласили и ведут эту передачу, в которой могут люди с разными точками зрения высказывать, они разве не либералы в этом плане, да? И то, что такая передача появилась, и появилась, наконец, за многие годы возможность говорить, вот. Это и есть проявление либерализма на губернаторском канале. Ну, с этим... Нет, вы с этим очень высказываете. За это надо сказать спасибо. Вы говорите, нет, Арлин не либерал, нет, он автократ, нет. Очень дипломатично. А я утверждаю в обратном. Последний вопрос для участников. Я понимаю, кстати, вот... Я был бы рад, если бы Геннадий Петрович ход сделал. Мы сейчас... Да, кстати, ход черных. А я пока сформулирую вопрос. Да, я вам сделаю... Вот в этой связи мне очень интересно. Позиции за что понятные? А теперь вот скажите, пожалуйста, а против чего вы тогда? То есть политическая партия... Вы, вы, это вот... Ну да, естественно, да-да-да. То есть вот к двум участникам так иначе. Так, ну, тема либеральная, поэтому больше вопросов, я думаю, должно быть ко мне. Да, да. Такие проблемы. Я так понимаю. Нет, ну сейчас ход белый, поэтому сначала... Нет, я уже ответил, да, пусть он думает. Только коротко, если можно, коллеги. Да, коротко. А чем, что вас сейчас не устраивает? Что вы хотите... Их либералы устраивают. Их либералы устраивают. В жизни, в нашей жизни, и вы предлагаете... Я-то не либерал. Демократ. Я демократ. Да. И тем не менее, что вас не устраивает, и вы хотите... Что тебя, как демократа, не устраивает в либералах? В либералах, я уже сказал, меня не устраивает прежде всего, вот эта приверженность процедурному вопросу, это приверженность безусловному, скажем так, примату каких-то рыночных догм, от которых сейчас уже не только в России, а вообще во всем мире отказываются. Понятно. Вот это меня не устраивает. Еще раз, и естественно, меня не устраивает, знаете, вот один момент. Либералы за свободу высказания. Ну, Геннадий Петрович представляет собой некоторое такое исключение, но у него есть достаточно большое количество соратников и союзников из либерального лагеря, которых, если потребуется, я назову фамилии. Но сейчас в этом нет необходимости. Которые мыслят немножко не так, как он. Они за свободу слова, но только если эта свобода слова распространяется при приоритете либералов. В либеральном дискурсе, да? Да, да, в либеральном дискурсе, да. То есть вот шаг лево, шаг вправо. Понятно. Да, тебя уже клеймят, как вот красно-коричневого. Тебя уже посчитали. Я могу даже вспомнить 1993 год, октябрь, расстрел Белого дома, когда основная масса либерально настроенной интеллигенции просто кричали, раздавите гадину, хотя, извините меня, в Верховном Совете России тогда... Московские дела, которым уже больше 10 лет... Геннадий Петрович, что вас не устраивает в данном случае? Да вообще, что тебя не устраивает в самих либералах? Ведь очень много, наверное... И в демократах, кстати, тоже интересно. Бог с ними здесь. Нет, у нас, если разговор серьезный... Почему такая нетерпимость у либералов, вот каким-то критикам? Значит, то, о чем Евгений говорит, это как бы дела давно забытых дней. Да, да, есть такое. И он где-то остался в плену каких-то иллюзий, да? Ничего подобного. Вот, и это нормально, потому что он является моим оппонентом в данном случае. На самом деле, либеральное движение, демократическое движение, оно неоднородно. Без логов. Вот, есть люди, которые до сих пор поддерживают лозунг, который провозгласил Берсенев и Лимонов, «Россия без Путина». Вот, и есть другая часть либералов, которую я к себе отношу, которые считают, что нужно в первую очередь... Сфокусироваться на конструктивной повестке дня. То есть, умеренной. И у нас такая повестка дня есть. Вот, я захватил с собой программу «Новый Барнаул», которую мы продвигали на выборах в Барнаульскую городскую думу, благодаря которой имеем теперь представительство в Барнаульской городской думе. Здесь обозначены и проблемы реальные людей, и пути их достижения. И это наш путь, а не то, о чем вы говорите. То, о чем вы говорите, может быть, это кого-то касается, но не нашей партии. У вас же там есть один депутат, да, в городской думе? Один, да. Да, один, но это достаточно уважаемый депутат, с которым советуется и «Единая Россия», и другие партии. И сейчас все кандидаты в губернаторы обращаются, чтобы получить его подпись. Понятно. Ваш ход, кстати. Включая главного. Вот так, да? Ну, хорошо. Хорошо. Давайте теперь, наверное, в несколько иное русло нашего беседы переведем. Геннадий Петрович, я предлагаю нашим участникам обменяться вопросами, друг другу задать вопрос. Геннадий Петрович, у тебя будет вопрос какой-то к Евгению, который ты хотел задать. Безусловно. Евгений я знаю давно. Он человек довольно интересный для Алтайского края. Он лидером долгое время оставался протестного движения. И он первым стал продвигать лозунг «Россия без Путина». Вот вы сейчас этот лозунг поддерживаете? Нет, знаете, вот когда вы выдвинули, вернее, сказали, что я продвигал лозунг «Россия без Путина», но на тот момент я не был лидером. Я был просто активистом протестного движения. Но вы подчеркнули. Сейчас, как бы, ну, все меняется. Понимаете, нам, как истинным демократам, без, так сказать, либеральной начинки… Это Берсиньон сказал, все меняется. Без либеральной начинки важно. Важно, чтобы менялась политика государства, а персоналии нам не важны. Еще один либеральный тезис. Как все многослойно-то оказывается. Евгений, позиция твоя понятна, хотя, конечно, тут можно продолжать обсуждение, углубляться. Теперь твой вопрос. Геннадий Петрович, вот меня прежде всего, скажем так, смущало в либералах, знаете, вот такой момент, о котором я уже сказал, нетерпимость, вот как ни странно, прежде всего, к чужому мнению. Может быть, не ваша лично, но, по крайней мере, она очень сильна в том лагере, который вы собой олицетворяете, который представляете, и которая проявилась после декабря 2011 года, после вот этих протестов на Болотной. Когда вдруг, неожиданно, люди, которые не были согласны с тезисами и лозунгами Болотной площади, вдруг объявлялись там путинскими сатрапами, да, и реакционеры путинские сатрапы и т.д. и т.п. Я могу даже сказать, что это было... В чем вопрос, Евгений, прошу. Да, и вот у меня как раз вопрос, как вот соотносится-то, знаете, ваша приверженность демократическим свободам и вот подобные клише, которые при любом удобном случае либералы навешивают на своих оппонентах. И я даже добавлю, что вот это, скажем так, обвинение в том, что вы являетесь путинскими сатрапами, были выдвинуты в адрес моей организации и Лимонова в том числе. Ну, здесь трудно. Мы с Артемом Ивановичем договорились, что мы говорим о проблемах Алтайского края, а мы все куда-то... Так это и у нас в Алтайском крае меня обвиняли точно так же. Меня, вот, не будем называть фамилию, но ваш один из подвижников обвинял меня в том, что я перешел, переметнулся в адрес, в лагерь власти. Дорогие телезрители, либералы, настоящие либералы, это люди, выступающие, ну, одним из принципов является толерантность, уважение к другим, мнением. И здесь мы ориентируемся на Вольтера. Мне ваше мнение не нравится, но я жизнь отдам за то, чтобы вы могли... Минутку. Вот я... Ой, Геннадий, твоими руками доверят. Нет, то есть Сергей Владимирович не был толерантным человеком. Я стараюсь лично придерживаться такого мнения, чтобы у человека была возможность высказать свое мнение. Эти идеи продвигаем здесь, насколько это удается. Нетерпимость, к сожалению, это болезнь многих, вот, и это болезнь общества. Это вообще болезнь. И вот на этой передаче мы должны, наверное, искать общее, вот, то, что нас объединяет, то, что работает на Алтайский край, на его развитие, а не искать каких-то врагов, например. Я просто... Абсолютно, тем более, что у нас единая партия. Я согласен, могу только присоединиться, я думаю, Евгений тоже возражает. Но вопрос-то в том, что это такие вот очень красивые декларации, а реальности таковы, что вот ваши соратники из вашего либерального лагеря, либерально-демократического, как угодно, вот здесь, в Алтайском крае, мы не будем говорить там про Москву, там про Навального, не к вечеру будет помянут. Это Ферзи. Вот почему так происходит? Вот вроде бы ты говоришь о терпимости и толерантности, а с другой стороны, вот, как бы, абсолютно противоположное. Ну, я не понимаю, как бы, к чему мы тут ведем разговор, что кто-то не терпим и так далее. Вот, мы участвуем в выборах, мы прошли в Барнаульскую городскую думу, мы уважаем все те партии, которые поддержаны избирателями. И тут тоже, как бы, какие-то мифы вокруг нас создавать не надо. Вот, нужно работать на объединение. В Алтайском крае очень много проблем, особенно после паводков. И мы давайте на этой передаче, еще раз говорю, врагов искать не будем. А вместе работать на то, чтобы Алтайский край развивался. Потому что сегодня очень много экономических проблем. И сегодня, кстати, именно... Мы не ищем врагов, мы говорим о проблемах, которые существуют. Вот, либеральные ценности, либеральные подходы сегодня нужны в том числе в экономике, потому что, чтобы преодолеть тот экономический спад, который наметился в стране, но и, к сожалению, не обошел и Алтайский край. А вы готовы сотрудничать, вот ты говорил о конструктивном сотрудничестве? Я уже сказал, что у нас есть программа, у нас есть депутат, мы работаем, мы предлагаем пути решения, к нам идут избиратели. Не так, может быть, много, как хотелось бы. Мы работаем на перспективу. И Алтайский край должен быть регион, в котором существует политическая конкуренция, свобода слова, демократические ценности. Вот. И потому что, ну, я думаю, избиратели не выиграли из-за того, что 100% мандатов досталось одной партии. Понятно. Евгений, у меня вопрос. Вот тут Геннадий нарисовал, ну, прямо такую благостную картинку. Пусть расцветают сто цветов, готовы со всеми дружить. Но, тем не менее, у либералов есть определенный багаж 90-е, так сказать, из которых вытекают проблемы наши нынешние, вот о которых и говорит сегодня Геннадий Петрович, да, что вот их надо решать, надо объединяться. Но, так сказать, корни этих истоков, корни этих проблем, истоки этих проблем, они лежат ведь тогда, когда либеральная идея, так сказать, доминировала, скажем так. Вот с твоей точки зрения, а есть ли будущее вообще у либералов? Ну, сегодня вот у них один депутат, да, а изберут ли его там через год этого одного или двух, или трех? То есть вот с твоей точки зрения, какова перспектива вообще? На мой взгляд, перспективы у либералов... На территории Алтайского края? Да, как про Алтай говорим. Они в городе Барнауле на следующих выборах в городскую думу вполне возможно один человек снова станет депутатом, не более. А что вот на ваш взгляд сейчас нужно в первую очередь сделать вот в движении этом? Сегодня политика определяется, к сожалению, даже не в Алтайском крае, очень многое определяется из центра. Безусловно. Сегодня есть некий доминирующий вектор. И общенациональный лидер. Но то, что здесь как бы пытаются телезрителям представить, во многом не соответствует действительности. Вин, потому что как-то есть очевидные вещи. Существует... Все намного сложнее. Существует программа там правительства, она во многом либеральная. В правительстве довольно много либеральных экономистов. Там это и... Поэтому и спад. Тот же и Силуанов, тот же Улюкаев, министр экономики. То есть это все сложнее. И сегодня и президент Путин опирается на очень многих либералов. Если взять депутатов от Единой России, посмотреть, кем они были, тоже несколько лет назад, они тоже были в либеральных партиях, в том же нашем доме России, где и Михаил работал в свое время. Поэтому политика вещь очень сложная. Да, есть кризисные какие-то периоды, когда после каких-то революционных событий авторитет победивших силы начинает падать. Это объективный процесс. Но телезрители должны знать, те люди, которые последовательно разделяют либеральные ценности, они ничего не приватизировали в Алтайском крае, ничего не приобрели, никаких выгод. Сегодня этими плодами пользуются совершенно другие люди, которые осуждают то, что было раньше. Я могу поспорить. Вот, спорить здесь бесполезно, потому что, значит, давайте я начну перечислять депутатов, которые до этого были, так сказать, в нашем Доме России. Геннадий Петрович, ну неправда. И какими капиталами они сегодня... Давайте эту трогать тему не будем, иначе их передачу закроют. Геннадий, Геннадий, почему реплику, Евгений? А потом ты... Геннадий, все-таки ты говоришь о каких-то объективных обстоятельствах, о каких-то процессах, которые тоже... А вы историки, вы сами понимаете, это прекрасно. Ну, субъективный фактор и фактор ответственности определенной части политиков и каких-то политических сил за последствия своей деятельности, их тоже отрицать нельзя. Нельзя сводить к неким объективным процессам. Геннадий Петрович, ход сделайте. Вот, пожалуйста, пожалуйста. Евгений, ты хотел что-то спросить. Я не нападаю, упаси бог, я просто хочу разобраться в ситуации. Вот, я думаю... Потому что, как ты говорил, когда-то тоже, в общем-то, был в вашем округе человек, но сегодня, увы. Ответственность, а на ответственности есть, и там в спаде авторитета определенного в кризисе, лидерства. Немцов, Касьянов, это ваш же человек, Касьянов, Рыжков. Это же люди все во власти. Это же люди, которые руководили страной фактически. Значит, вот знаете... Какие тут объективные обстоятельства, какие тут объективные процессы? Конкретные люди. Не надо забывать, что за Ельцина в Барнауле голосовало 70%. Вот сейчас спросишь, нет, мы никто не голосовал. То есть, тогда... В каком, в 96-м году? Ну, там да, там... Тогда это был выбор народа такой, да? Сейчас другой. И это нормально. Меняется время, обстановка, ситуация. Главное, ценности рынка, демократии, свобода слова, прав человека, они остаются, они коррелируются. А в этом мы отдельно соберемся. Я думаю, что... Демократия, равенство, там... А вы не знаете, да? Честные выборы. А толкование столько, что... Вот давайте не будем трогать тему на коммуне губернаторских выборов, чтобы не рассказать, как это все проходит в Алтайском крае. Михаил Ильич, коротко подведи итоги партии, она так достаточно... Партия очень интересна, на самом деле. С одной стороны, мы имеем оппонента демократа, с другой стороны, оппонента либерала, но, тем не менее, партия до поры до времени не переходила какие-то границы. То есть, вот интересная вещь. На словах мы говорим достаточно громкие вещи, а вот в реальной жизни, вот она партия, мы стараемся быть осторожнее. Ну, может быть, это все что-то изменится, в любом случае партия будет продолжаться. Поэтому я думаю, что все нормально. Понятно. Ну, и в заключение я хотел бы такое короткое резюме. Мы никоим образом не собирались здесь устраивать такой нюрнбергский процесс над либералами, упаси бог. Просто хотели разобраться в проблемах и перспективах развития либерализма в нашем регионе, либеральных партий, партий и политиков от либерально-демократического направления. Мне кажется, это такое же, так сказать, политическое направление, которое имеет место быть в нашей политической жизни, в политической жизни нашего региона. И я думаю... И это правильно, кстати. Да, и вполне в состоянии, и есть у них потенциал, как бы, свое место в политической жизни Алтайского края сохранить и укреплять свои позиции дальше. Спасибо, всего доброго. Это была программа «Ваша партия» и мы ее ведущие. Редактор портала «Док-22» Артем Кудинов. И политолог Михаил Литвинов. А гостей прошу пожать руки, потому что партия сыграна. Спасибо.